здравствуйте друзья у нас такой вопрос я понимаю что он происходит корнями своими от того что простой человек как бы он пытается деньги сберечь при множите все время сталкивается с тем что остался без денег и вот вопрос такой как в америке люди поступают с небольшими суммами чтобы их как то но не потерять желательно даже приумножить там даже в вопросе так говорится люди у которых нет бизнеса они как поступают я вас убираю что люди у которых есть бизнес не обязательно имеют возможность лишние деньги положить в бизнес вот бизнес большинство бизнеса вот там занял какую-то нишку значит и вот подгребаешь чего в ней есть не то чтобы положив больше денег ты обязательно получишь больше денег это это совершенно не не всегда так тем более если сумма маленькая то на какой-то новый серьезный проект ее не хватит и подавляющее большинство людей в бизнесе но в таком небольшом да то есть вот там магазинчик там мастерская там еще что-то они не зарабатывают больше чем люди зарабатывают на работе они просто более свободны в том как они распоряжаются своим временем то есть у них вот есть ощущение что он хозяин но это не значит что он зарабатывает там больше денег у него потенциал есть а так по деньгам не обязательно бывает целая семья сидит там маленьком магазинчике работает без того чтобы один из них получал вдвое больше работают там я не знаю как я извиняюсь за выражение там тестером программного обеспечения 5 по всякому так вот возвращаясь к свободным деньгам и как их не потерять и как их приумножить и так далее дело в том что подъемы то есть увеличение денег которые ты куда-то положил и спады то есть обесценение денег которые ты куда-то положил происходит циклично они происходят обязательно но раньше или позже это и то и другое обязательно происходит когда это происходит человек чувствует себя ну либо молодцом большим положил деньги в нужное место либо чувствует что его кто-то обобрал потому что это же не он виноват но он-то из самых лучших побуждений положил деньги а вдруг раз и денег нету но конкретно в этом вопросе речь идет о банках год что вот банки обирают людей и я честно говоря не знаю специфики того как работают банки там я знаю в украине российской федерации там где-то на постсоветском пространстве я просто не в курсе опыта нет нулевой опыт но если мы говорим про американские банки я вас уверяю что очень много есть американцев которые если вот зайдет речь о том что банки что они сделали с нашими сбережениями тут же это все еще на евреев пойдет что вот мол евреи все сделали потому что они контролируют все эти банки масоны там и так далее но еще раз есть есть экономика есть законы экономики есть государство которое регулирует но во всяком случае в сша банки очень регулированы государством хотя вот последний финансовый кризис был вызван именно вот вот этими проблемами на грани на грани регулирование чего можно чего нельзя администрация клинтона разрешила делать некоторые операции из-за которых потом вот и случился этот кризис 2008 году то есть случилось это при республиканцев при бушина заложено это было за 10 лет до того администрации клинтона которая позволила те операции банкам которые раньше им не разрешали вот все это произошло то есть есть проблемы регулирования которые в том или ином значит кризисе могут быть повинны и так далее очень много еще неизвестного о рынках о движении денег очень много новых элементов добавляется вот если мы посмотрим например на америку 60-х и америку например и даже 70-х и америку уже 90-х то получается что в силу того что государство поощряло граждан деньги сохранять на пенсию на пенсию чтобы они не зависели от способе всяких социальных и так далее значит государство создало налоговые льготы и дальше эти деньги нужно было куда-то значит девать что кто-то за ними присматривал не может же простой человек присматривается своими деньгами во первых и во вторых когда большие деньги когда они профессионалами раскладываются то что эти совместные фонды мишел фан и возникло много мишел фан и каждый день они миллиардами каждый день они миллиардами получают деньги понимаете и получается такая история что в руках очень небольшой группы людей скопились чудовищные совершенно средства и этого никогда в истории раньше не было проблема в том что обладая такими средствами небольшая группа людей а может манипулировать рынками они могут чего-нибудь задрать и чего-нибудь обвалить энергетику продукты питания а все что угодно когда столько денег есть все можно поэтому надо по-другому регулировать значит государство должно решать какие-то проблемы которых раньше решать не приходилось ну то есть вот очень динамичный мир причем динамика накручивается вот динамика там скажем 18 столетия да это сегодня динамика там может быть там десяти лет а может быть даже и пяти поэтому совершенно объективно банки если мы про банки говорим и банки и страховые компании вообще любые финансовые учреждения они подвержены каким-то встряскам периодически даже в развитых странах таких как соединенные штаты я уже не говорю про страны развивающиеся про страны где чудовищная коррупция где манипулирование происходит на на уровне исключительно циничном и как бы и знака уровень безнаказанности как и чудовищный на все все это получается так вот как американцы поступают с деньгами так по-разному же да понятно что разные американцы по разному поступают деньгах очень многих людей вообще денег нет в том смысле что все что у них остается они потратят я знаю людей которые очень прилично зарабатывают у них все равно никогда денег нет ну то есть они всегда что-то должны я не это долги я знаю человеку которую который получает 700 тысяч долларов в год и и у него все равно никогда нет денег поэтому и что говорить о людях там получающих 10 долларов в час так что они тратят очень многие люди тратят все до копейки все что есть им отложить нечем не то чтобы нечего но у них ментально ментально они не хотят ничего откладывать они хотят сегодня все те у кого есть какая-то денежка они куда-то могут вложить зависит от степени риска который человек допускает своем сознании есть известная хохмачка как я забыл с кем там по-моему с ротшильдом или с рокфеллером про рокфеллера всегда много историй рассказывает вот приятель рокфеллеры инвестор спрашивает говорит ему жалуется что он не спит по ночам потому что он где-то у нее деньги лежат в рисковом месте он не может прям его это волнует очень и рокфеллер ему говорит ну так ты переложи деньги в более безопасное место он говорит ну в какое он говорит ну up to the sleeping point да ну то есть ну чтобы спать мог в какое вот такое где спится нормально так вот толерантность по отношению к риску до определяет то куда человек готов положить свои деньги поэтому когда мы говорим про банки это что значит в банке интерес который банк платит он в общем-то минимальный то есть никто меньше вам не заплатит чем банк и первое что вы изучаете попав соединенные штаты если вы начнете книжки читать журнал там всякие так далее вам скажут напишут повторят много-много раз что исторически тот интерес который выплачивает банк на ваши вклады этот интерес не покрывает инфляции то есть грубо говоря если вы положили сегодня 100 тысяч долларов в банк вот тот интерес который платит банк я уже не говорю о том что сейчас банк вообще практически никакого интереса не платит это чисто символическое так вот положите 100 тысяч в банк и у него покупательная способность вот некоторая 100 тысяч в сегодняшних вычислениях то пройдет 10 лет и окажется что у вас продолжает лежать там 100 тысяч но может быть там не 100 тысяч а 103 тысячи или там 105 тысяч но покупательная способность этих ста пяти тысяч в тех единицах которых вы клали уже меньше ста тысяч там может быть 95 или там 92 или там 86 и так далее зависит от инфляции инфляции тоже иногда бывает существенно там ну там не знаю два-три процента иногда инфляция бывает смехотворно иногда бывает дефляция вот во время последнего кризиса там был год может даже два когда была дефляция день деньги дорожали в общем класть деньги в банк значит ну как бы последнее дело в соединенных штатах есть несколько способов положить деньги в банк но пойти зато гарантированно вот прелесть какая ты получаешь маленький возврат но но гарантированно значит есть просто сэвинг аккаунт когда деньги лежат в ссср называлась сберегательный счет вот не знаю как сейчас называется сберегательный счет и там не был какой-то процент значит следующий уровень где больше денег платят это когда ты кладешь деньги на определенное время так называемый сиди сертифайт депозит то есть ты можешь положить на неделю гарантированно не трогая да ты гарантированно не забираешь деньги а тебе гарантирует вот такой то возврат значит на неделю на месяц там на полгода максимально по моему пять лет можно положить деньги на сиди очень распространены сидит трехлетний когда вы кладете деньги например вот ответы в сегодняшнем рынке вы положите деньги на пять лет то вы сильно рискуете потому и даже на три года потому что мы понимаем что интерес должен возрасти если я сегодня положу деньги на три года мне даже там дадут чуть больше в сегодняшних измерениях, но через полгода интерес будет выше, а через год может быть существенно выше, и получается, что положив на длительный срок в такой момент, как сегодня, я, допустим, недополучил этих денег. Ну и так далее. В любом случае с этих денег платится еще и налог тоже. То есть, если это пенсионер, который вообще ничего не получает, то у него и налога практически нет. А вот, допустим, если я это сделаю, а я, можно сказать, на пике, там, своей способности зарабатывать сегодня, то я там половину должен буду в налоги отдать. То есть, если налоги штат, налоги федеральные, плюс налоги штата, там, я считаю, что я половину в налоги отдаю, значит, вот и все. То есть, я буду сильно в минусе с этого дела. Но не суть. Так вот, это что получается? Следующий после севинг-аккаунта это CD. Потом есть такие, как бы, как бы mutual funds, да, mutual funds, которые кладут деньги в гарантированные всякие обязательства. Или, скажем так, не обязательно гарантированные государством, но они могут быть гарантированы, ну, какими-то ветвями государства. Допустим, городские облигации, какие-нибудь облигации штатов, муниципалитеты всевозможных уровней. есть облигации, которые выпускаются предприятиями, ну, например, крупными очень. Я не знаю, если вы, если они могут купить облигации IBM, там, допустим, Microsoft, там, или что-то, если есть возможность. Не все выпускают такие облигации. Но, тем не менее. Поэтому, как только вы с уровня государственных облигаций перешли на уровень корпоративных, то, соответственно, повышается риск. И повышается риск, соответственно, повышается возврат денег. Да, и так далее. Но предприятие может и обанкротиться тоже. Бывает, что вообще без денег тоже останешься. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть много-много уровней риска, на которые можно посмотреть, притениться. И самое такое, что вы можете делать, вы можете просто акции покупать. вот у вас есть там какие-то деньги ну пошли купили акции а можете купить золотишко или там монетки серебряные золотые есть такие дети просто золото а есть такие которые с исторической ценностью и так далее то есть вот люди которые инвестируют в монетки это тоже ну я не хочу сказать что такой большой бизнес но очень многие покупают тут монетку там монетку вот сейчас цены на золото и серебро базов полтора ниже чем там года три назад пожалуй сейчас очень хорошее время значит они продаются поштучно они продаются наборами там ну смотри одна монетка с но этом золотая а там 1200 долларов неплохо это на сегодня 1200 но она как бы ну как сказать в классическом смысле золото вроде бы не должно обесцениваться в практическом мы понимаем что цены на золото зависят от состояния рынка если рынок нестабильный инвесторы начинают перекладывать деньги из рискованных инвестиций в золото задачу задача уже не не то чтобы наварить но хотя бы не потерять и так далее то есть соотношение спроса и предложения варьируется есть люди которые читают финансовые публикации очень много есть подписки платные вы можете подписаться на какое письмо где человек дает советы и есть полный рекорд его советов и вы можете видеть допустим что люди которые следуют его советам купи продай купи продай они допустим там удваивают свои деньги каждый год например на рынке ценных бумаг то есть он грамотный парень вот он зарабатывает вот на этих советах на этих письмах очень много и так далее то есть если этим заниматься увлекаться это вообще целый мир но если чек простой бесхитростный и положил деньги в банк вот он положил деньги в банк и у него там пропали деньги это происходит от того что просто валюта обесценивается я я понимаю что сейчас как бы рубль не стоит столько долларов я вижу это очень сильно на том что ребята приезжают вот сегодня приезжают те кто сегодня едут те кто сегодня продают квартиру те кто вот выиграл там год назад грин карту и они сейчас в движухе такой они в ужасе потому что вот человек я думаю я приеду с 15 тысячами долларов а я приезжаю с десятью и это не то чтобы банк там его как-то конкретно грохнул это так получилось но вот на на валютном рынке но бывает что банк вышел из бизнес у нас был парень приехал года два назад и он приехал и из москвы у него там деньги лежали в банке в том я уже не помню как он там назывался я и собственно и тогда не помню и потом банк раз вышел из бизнеса а он уже тут и он так чувствует себя вальготно у него там он так найти вальяжно адаптировался так не спеша вот и так у него деньги есть и вдруг он приходит срочно на работу устраивается там туда-сюда окажется а банк умер и нету денег и и мы не знаем то ли это была афера и деньги где-нибудь там найдутся не знаю странах третьего мира или там день в офшоре а может действительно ну так случилось там и тогда разоряются и банки тоже вот поэтому я думаю что мы еще увидим много проблем такого сорта в наступившем году 2015 в связи с тем что как бы перефинансировать долг сейчас будет сложно из-за эмбарго эмбарго из-за санкций поэтому значит кого-то государство откупит а кого-то не откупит я я думаю что довольно много вот такого рода передряг там на подходе и каждая страна периодически что-то такое переживает и соединенные штаты не исключение вот например когда случился финансовый вот кризис 2008-2009 год и вот эти 401 планы это ретармент план такой леготный с точки зрения налогообложения 401 план его в шутку называли 201 потому что деньги которые люди там годами десятилетиями некоторые накапливали на этом плане вдруг осталось половина потому что обесценились вот эти ценные бумаги в которые деньги были вложены сейчас как-то она более-менее вроде оклемалась но но вот как себя чувствует человек у которого там допустим было 400 тысяч там он себе на пенсию за 20-30 лет отложил а хара уже не 400 200 ну что вот что он должен чувствовать что банки жулики что и во всем виноваты евреи ну а что как он же не виноват примете он то просто платил деньги и все вот и в общем я не знаю если не евреи значит саудовские шейхи но кто-то вот оттуда я я ясно что это не мы так что нет легких ответов понимаете нет простых ответов поэтому в инвестировании всегда говорят о диверсификации тут монетку там золотую купил нет денег на золотую купи пяток серебряных вот сейчас и вот сейчас мы с вами пока разговариваем унция серебра там 16 долларов ну там с копеечкой значит монетку можно купить ну допустим за 17 ну а что такое 17 долларов купил монет купил 10 монет купил 100 монет ну они маленькие легенькие там ребенку подарил или там лежит а при случае легко как бы продавать да то есть маленькими суммами то есть не то что это сдал золотую монетку там получил полторы тысячи долларов а так можно там и 50 100 200 300 и так далее можно маленькую сумму значит а что-то в акциях а что-то в банке лежит я скажу напоследок что среди как бы американских мулек таких с точки зрения накопления денег говорят что надо иметь ну это как бы серьезные специалисты говорят такие адвайзеры говорят что нужно на шесть месяцев жизни иметь денег на счету счет это такие деньги которые легко превращаются в наличку это не обязательно допустим чекинг аккаунт или даже сэвинг аккаунт это может быть сиди например да самое страшное что произойдет если вы заберете деньги с сиди раньше времени ну так вы не получите этот интересном смехотворный но во всяком случае это живой кешь вот поэтому шесть месяц 66 месяцев жизни вот вам надо иметь виде кеша и только после этого вы начинаете уже реально инвестировать во что-то более рисковое там и так далее ну вот такая мулька тоже есть то есть не то чтобы ты каждую копейку раз и понес куда-то нет вот а когда вы уже в золотишко положили это уже другое золотишко тоже конвертируется мгновенно пришел у тебя всегда заберут твою монетку но сколько она будет стоить ведь это может быть заметно меньше если вот там два года назад вы купили бы золотишко сегодня пошли бы продавать вы бы треть потеряли ладно счастливо вот мне на работу надо идти разговор этот бесконечный можно долго 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 на эту тему говорить счастливо